В области Улытау задержали женщину, которая пять лет держала в рабстве детей. Она взяла девочку и двух мальчиков на патронатное воспитание. Но вместо того, чтобы подарить им хоть чуточку любви и ласки, увезла их на ферму за 20 километров от города и заставляла ухаживать за скотом. А это очень тяжелая работа. Факт нарушения прав детей выявили специалист по опеке и попечительству отдела образования города Жасказган и участковый инспектор полиции. Что ждет детей и почему за все эти годы бездействовали органы опеки, выяснял Наргиз Жанобекова. Это дети из одной семьи. Девочка и два мальчика. Патронатная семья взяла их из детского дома в 2018 году. На тот момент им было 14, 12 и 8 лет. Старших держали на ферме в 20 километрах от города и заставляли ухаживать за скотом. А это два табуна лошадей и 18 коров. Страшные подробности этой истории всплыли в ходе планового рейда по местам проживания детей, и оставшихся без попечения родителей. Члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. По их данным, они два раза в год проверяют такие семьи. В январе посетили данную семью. На этот раз проверяющие детей дома не застали. Их кровати тоже отсутствовали. Это сразу же вызвало подозрения. И на следующий день, согласно алгоритму, в семью была направлена мобильная группа. В нее также вошли сотрудники прокуратуры. Группа установила, что дети находились на зимовке, где их в каникулы и на выходных заставляли ухаживать за скотом. В ходе осмотра на телах детей обнаружены царапины и шрамы. Подробности рассказала уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева. Она сообщила, что в начале февраля мобильная группа выявила в область Улытау детей, которых держали в рабстве. Дети были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные и неухоженные. Старшая девочка по документам окончила колледж, но практически не посещала занятия. Второй мальчик якобы учится в колледже. Органы проверили учебные заведения. Как выяснилось, им постоянно предоставлялись справки о болезни. О нарушениях со стороны органов опеки они, конечно, очевидны. Согласно положению о патронатном воспитании, который был утвержден приказом номер 14 от 16 января 2015 года, дети, которые находятся на патронатном воспитании, должны находиться под постоянным контролем. И органы опеки не реже одного раза в шесть месяцев должны проверять условия содержания данных детей в семьях. Как стало известно, опекун угрожала старшей девочке. Она грозилась, что та не увидит братьев, если пожалуется или же не будет работать. При этом женщина продолжала интересоваться, есть ли еще дети, которых можно взять на патронат. В департаменте полиции сообщили, что жительницу Жизгазгана задержали и возбудили уголовное дело. Было установлено, что 55-летняя жительница города Жизгазган на протяжении продолжительного времени избивала и использовала физический труд патронатных детей. По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Сейчас дети помещены в центре реабилитации города Жизгазган. С ними работают психологи, ведь у них, возможно, глубокая психологическая травма. Старшей девочке уже исполнилось 19 лет. Средний ребенок продолжит учиться в колледже, а их младший брат в школе. В данное время с детьми работают педагоги, психологи. Дети себя чувствуют хорошо, быстро нашли общий язык с нашими воспитанниками. Вместе играют, вместе выполняют домашние задания, соблюдаются все права детей. Их жизни ничего не угрожают, общительные, внимательные. Сейчас они находятся вместе. Дальнейшая судьба детей будет известна после всех следственных мероприятий. Директор центра добавил, что старшие девочки в дальнейшем помогут найти работу и оформить опеку над младшими братьями. Также будет решаться вопрос о предоставлении им жилья.